Доброго времени, дорогие участники марафона «Антивирусные каникулы». Меня зовут Антон Калабкин, я руководитель благотворительного фонда «Благодари». Напоминаю вам тоже, что совместно с проектом «Психология третьего тысячелетия» усилиями большой команды мы создали это мероприятие в призыв Общероссийского народного фронта включиться все некоммерческие организации в работу по поддержке граждан в режиме карантина. Доброе утро. Кнопочка, да, если вы хотите поддержать данное мероприятие, данный благотворительный марафон и можете сделать посильное пожертвование. Ну а наш сегодня с вами марафон открывает человек, и хочу вам его представить, мастер проекта «Психология третьего тысячелетия», вице-президент Ассоциации ценностно-ориентированной психологии, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапической лиги, сертифицированный ведущий системных и структурных расстановок, практикующий гипнотерапевт, член Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, сертифицированный практик «Холотропное дыхание», преподаватель курсов «Возрастная психология», «Ораторское мастерство», «История психологии», психолог-консультант, кандидат мастера спорта по боксу Дмитрий Георгиевич Пшенко. Дмитрий Георгиевич, передаю вам слово. Спасибо, дорогой Антон. Спасибо вам большое за организацию и прекрасное вообще-то событие. Спасибо всем мастерам за участие, за те знания, которые каждый день у нас сейчас здесь так щедро проявляются, звучат. Также спасибо всем участникам марафона. Наверное, с кем-то мы знакомы, с кем-то, может быть, впервые сегодня встречаемся. Я очень рад всем. Мне очень хочется как-то с вами соприкоснуться. Я не знаю, возможно ли, чтобы вы как-то о себе что-то сказали, или это невозможно, Антон Сергеевич. Возможно, чтобы участники как-то сказали о том, что дает участие в марафоне, что меняется за эти дни. Наверняка что-то происходит, потому что обычно такие события, вообще сам контекст событий очень интересный, в которых мы сейчас все вместе находимся. И в особенности еще и знания, когда мы получаем, эти знания как-то особым образом могут раскрываться. Ну, как я это чувствую. Но, конечно, очень хотелось бы с вами соприкоснуться. Есть у нас какая-то такая возможность, чтобы я мог вас тоже увидеть, услышать? Давайте будем, может быть, писать что-то или говорить. Вот я вижу групповый чат, да? Это вот я правильно понял, что здесь что-то я могу прочитать. Дорогие участники, а есть кто-нибудь, кто меня слышит вообще сегодня? Дмитрий Георгиевич, там дело в том, что трансляция идет на YouTube-канале, и ее, ну, невозможно будет увидеть, но мы будем стараться пересылать в чат какие-то, может быть, отклики. Ну, понял, понял, да. Для меня всегда это немножко испытание. Я привык к тому, что я вижу людей, вот глаза их вижу. Для меня важен вот этот контакт, чтобы мы могли не просто разговаривать с компьютером, чтобы я мог так же вас видеть. Ну, ничего. Я буду представлять ваши лица. Конечно, мне будет немножко сложнее, но тем не менее. У нас с вами в жизни, дорогие друзья, есть два выбора. Есть две парадигмы, что ли, призмы, через которые мы можем воспринимать нашу жизнь. Два способа мышления, как угодно, все будет об одном. И вот от этого выбора, какой мы делаем, наверное, будет зависеть все в нашей жизни, смело так скажем. И первый выбор, который мы можем сделать, это мировоззренческий выбор. Это воспринимать жизнь следующим образом, воспринимать мир следующим образом. Мы можем смотреть на мир как на что-то отделенное, я не знаю, находящееся в пространстве космоса, отделенное от него. Вот наша жизнь – это единственная форма, вообще возможность в жизни быть во Вселенной. И мы с вами находимся на этой планете, мы одни во Вселенной. Нет никакого высшего разума. Жизнь является проявлением, скажем так, каких-то биохимических реакций, в результате которых проявляется нечто живое. То есть из соединения материальных элементов проявляется жизнь. И на каком-то этапе эволюции проявляется человек, и человек, его главная задача состоит в том, чтобы наслаждаться этим миром, избегая всевозможных факторов, которые мешают наслаждению-удовольствию. И повышение уровня удовольствия, повышение уровня потребления является критерием успеха человеческой жизни. Вот такая вот парадигма. Этот мир, он такой, своего рода, бесхозный, такой бездушный какой-то космос. И человек этот как раз тот, кто должен стать хозяином в этом космосе, господином. И изучая законы природы, мы можем избежать всех трудностей, которые, как известно, бывают трех видов. Бывают трудности, связанные с нашим телом и нашей психикой, различные психологические проблемы, психические проблемы, неврозы, психозы и так далее. Есть проблемы, связанные с нашим физическим телом болезни. Есть проблемы, связанные с живыми существами, с другими. Какие-то войны, может быть, конфликты, проблемы в семье. Наверное, можно сюда отнести и насекомых, которые иногда нас беспокоят. Они тоже могут нам мешать наслаждаться. Мы можем как-то их пытаться вытравить, поскольку они, может быть, и не нужны в этом мире. Может быть, они не полезны, может, даже и вредны. Какие-то виды жизни нам кажутся, что они как раз созданы для того, чтобы мы их потребляли очень активно. И, соответственно, какие-то могут нам мешать. И вот это проблемы второго уровня, от других живых существ, окружающих нас. И, наконец, третий уровень – это какие-то глобальные катаклизмы, природные явления, жара, холод, наводнения и так далее. Наверное, эпидемии тоже можно отнести и ко второму типу, и к третьему. Вот человеческая жизнь про то, чтобы устранить все вот эти вот факторы неблагоприятные и обеспечить хороший уровень чувственных удовольствий. Ну и, соответственно, мы тоже можем желать другим людям, знаете, как во время каких-то мероприятий мы говорим, пусть вас не тревожат никакие трудности, пусть ваша жизнь будет легкой, пусть у вас все легко получается, пусть у вас не будет никакого напряжения в жизни, чтобы вам все доставалось легко и просто. Слышали, да, такие поздравления, какие-то такие благословения? И вот я иногда думаю, вот вообще друзья, настоящие друзья, они могут вот таким образом относиться друг к другу, желать таких вещей? Или все-таки друзья, они должны чего-то большего желать? Настоящие друзья, настоящие доброжелатели? И вот это вот большее, мне кажется, вырастает из другого мировоззрения, когда мы можем видеть и чувствовать и понимать, что Вселенная, она живая. И каждый атом творения пронизан любовью. Что во всем, что происходит, существует присутствие, есть присутствие высшей силы, которая дает санкцию на любое событие в этом мире. И вот эта высшая сила, она с любовью относится к каждому. Каждого любит, никого не оставляет без своего внимания. И в жизни каждого человека выстраивает такую ситуацию, которая идеально подходит для него, для того, чтобы он развивался, для того, чтобы он рос. И вот этот рост, он связан с развитием нашего сердца, нашей души. Что говорится, что человек, он имеет, как бы, условно говоря, две ипостаси. Первая – это его природная ипостась, назовем ее бессознательным. Это наше психическое тело и тело физическое, психика, различные процессы психики. И есть физическое тело, которое тоже очень имеет такую очень разумную, очень продуманную структуру. Там все очень гармонично, все взаимозависимо, все связано и все так очень гармонично работает. Удивительная просто, удивительный механизм, подаренный природой. Кому подарены природой? Вот этому духу. Вот это вторая ипостась человека, человек с большой буквы, человек из вот этой вот второй ипостаси исходят все прекрасные качества. Это душа, это частица высшего духа. Можем называть это также сознанием, отсюда можем говорить о сознательной позиции. Сознательной позиции подразумевает активность вот этой вот внутренней составляющей. Кто-то может сказать, но может быть стоит пояснить, а что такое душа, если мы говорим о духовной составляющей в человеке. Мы можем здесь немножко феноменологически попробовать объяснить присутствие души в человеке. Скажем, есть какие-то ощущения, мы называем это ощущениями, есть какой-то опыт, который мы получаем через тело. Например, прикосновение к холодной воде вызывает ощущение холода и сжатия. А когда тело нагревается, мы как-то можем видеть, что оно расслабляется. А если температура очень высокая, то мы можем испытать ожог. Например, на солнце долго находясь, мы можем пережить ожог. Это определенный опыт и это определенное ощущение. Мы называем это ощущением. Это откровенно физический опыт, связанный с воздействием внешней среды на наше тело. Есть опыт ментальный. Размышления, мысли, образы, анализы всевозможные. То есть мы можем что-то анализировать. Это опыт ментальный. Опыт ума. И есть такой опыт, который очень трудно отнести ни к ментальному, ни к физическому. Но, скажем, это то, что мы можем тоже чувствовать. Скажем, воодушевление. Или одиночество. Или прощение. Это что такое? Это то, что мы можем отнести к ментальной нашей деятельности? Или это психическая наша деятельность? Или это физическое ощущение? Кто-то может сказать, это эмоции. Кто-то может сказать, это даже гормоны. Таким образом проявляется активность нашего физического тела. Но кто-то может сказать, что это нечто большее. Прощение. Это же и переживание. И это как-то отражается и на качестве нашей даже физического тела. Это как люди говорят, что человек, который влюблен, у него определенные процессы происходят в теле. И человек, который находится в состоянии подавленности, депрессии, у него тоже определенные процессы происходят, которые без сомнения влияют на его тело. Отсюда возникают вот эти модные нынче такие концепции, как психодинамические концепции или психосоматические концепции, сомато-психические разные процессы могут быть. То есть мы можем говорить о влиянии тела на психику, о влиянии психики на тело. И во всем этом есть вот это присутствие вот этого глубокого внутреннего «я». И вот это вторая модель, когда мы воспринимаем, что этот мир, он находится под любящим контролем или надзором высшей силы. Причем этот контроль, он идеальный, он совершенный. Наш контроль, он всегда оставляет желать лучшего. Но более того, часто разбирая, будучи внимательным, так сказать, к своей жизни, рассматриваясь более внимательно, как бы свой жизненный опыт, мы можем видеть, что мало что подвержено нашему контролю. Что-то доступно, что-то нет. Я с уверенностью не могу сказать даже, что произойдет после того, как закончится наш эфир. Хотя, конечно, у меня могут быть планы на весь сегодняшний день. Но исполнятся ли эти планы или нет, это большой вопрос. Как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Есть старая такая поговорка. И вот эта вторая модель, она подразумевает доверие к высшему руководству, доверие к этой любящей силе. Первая модель подразумевает действовать таким образом, чтобы так и взять природу под контроль. Для этого нам нужно получать образование, развивать науку, различные технологии, которые позволят нам взять природу под контроль. И таким образом защититься от естественной для каждого человека, в каком-то смысле, состояния тревоги. Хочется сказать, поднимите руку, кто хоть раз в жизни испытывал тревогу. У любого человека есть в какой-то степени тревога. Способность осознавать эту тревогу, она считается, на мой взгляд, очень важной. Способность, знаете, наличие тревоги, оно дает возможность быть в неком тонусе. И если тревога слишком высокая, то мы можем видеть, что вот за этой неспособностью нормально жить в этом мире, спокойно, свободно быть, за вот этой неспособностью проявляется агрессия. Агрессия – это часто реакция нашего внутреннего мира на неспособность быть в той или иной, в тех или иных условиях, в том или иных обстоятельствах жизни. Я имею в виду внутренних условиях тоже, в том числе и психологических условиях. То есть мы можем, имея какое-то переживание или какие-то условия, которые нам хочется изменить, и нам они не нравятся, и нам трудно в них быть, просто быть, просто принимать, просто присутствовать, мы можем испытывать агрессию. Агрессия – это часто реакция на бессознательную, на неспособность быть, чувствовать свое бытие. Итак, вот эти две модели. Первая модель такая – материалистическая концепция, редукция низкая от слова «редакция». Редакция означает «исключение», «исключающая духовность», «исключающие духовные принципы». И в этой концепции жизни, где мы не подразумеваем, что есть какая-то любящая сила, которая все поддерживает и обо всех заботится, и она заботится о том, чтобы вот эта вечная природа души, она пробуждалась в нас. В этой концепции жизни само по себе на самом деле жить тревожно. Мы, конечно, можем с этой тревогой как-то справляться, вытеснять ее, но в ситуации кризиса, в жизни каждого человека бывает кризис, в ситуации кризиса мы, несомненно, с этой тревогой соприкоснемся, потому что любая кризисная ситуация – это своего рода триггер, который показывает нам ту реальность, в которой мы живем. Слышите, реальность. То есть есть реальность моего внутреннего мира, которая может не осознаваться. Знаете, как в свое время Карл Густав Юнг делил людей на экстравертов и интровертов? Подразумевает то, что интроверты – это те, кто больше проживает жизнь как бы внутри, а экстраверты – это чье сознание больше связано с внешней реальностью. Я сейчас пошучу. Я не против, естественным образом, открытий знаменитого австрийского психолога, но в каком-то смысле мы все являемся такими экстравертами. То есть мы стараемся раствориться внешних обстоятельствах и обрести в них очень множество опор, множество разных таких факторов, поддерживающих нас. В особенности это важно тогда, когда у нас внутри не хватает опоры. А вот эта внутренняя опора, она в том числе и связана с определенным мышлением, то есть связана с определенными внутренними мировоззренческими установками. И в данном случае, хотя это звучит немножко технические установки, мировоззренческие установки, но речь идет о том, что наш внутренний мир имеет определенную динамику. Мы живем как бы не во внешнем мире, который создает различные контексты и условия. Мы живем в своем внутреннем мире. Мы живем в реальности своих переживаний и чувств. И когда внешняя реальность перестает нас в значительной степени поддерживать, или внешние опоры начинают расшатываться, пусть даже это не на самом деле так, но как бы метафора такая, то есть внешняя реальность, она как бы метафорически создает для нас такие, ну такое вот переживание, что как будто бы что-то внешнее перестало нас поддерживать. Тогда мы естественным образом нуждаемся в том, чтобы обрести новые опоры, или укреплять, зацепиться за те опоры, которые у нас есть внутри, в сердце, в нашем внутреннем мире. Итак, вот эти две мировоззренческие парадигмы, на самом деле, они все определяют нашей жизни. Есть такая поговорка, посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть если убрать промежуточные звенья, логические звенья, то получится посеешь мысль, пожнешь судьбу. То есть от того, как мы мыслим, от того, как мы думаем, от того, что мы чувствуем, то есть внутри нас формируется наша жизненная история, как бы судьба. Посеешь мысль, пожнешь судьбу. И если мы будем находиться вот в этой первой парадигме, нам на самом деле, на мой взгляд, я хочу сказать, что это мое глубокое убеждение, нам никогда не обрести счастье. Конечно, мы можем тешить себя мыслью о том, что наша жизнь может как-нибудь пройти в каких-либо условиях, желательно в условиях более лучших, а после смерти не будет ничего. И для кого-то это считается, ну, как бы такая философия, она может быть некоторым прибежищем. Но при этом каждый человек хочет чувствовать, что он очень любим и любит. И каждый человек хочет чувствовать, что его жизнь, ну, она как бы бесконечная. Откуда же у нас берется желание оставить после себя нечто, если меня после смерти уже не будет. У каждого из нас есть такое желание написать книгу или детей, потомков своих чему-то обучить, чтобы их жизнь была лучше, или после себя оставить какое-то что-то прекрасное. Помните, вот это вот такая творческая потенция в каждом человеке есть. Помните, как песня была такая, старая песня еще в начале, в середине, наверное, прошлого столетия она пелась. «Стоят дворцы, стоят кварталы и заводские корпуса, и заводские корпуса могу назвать вам адреса. Без меня, без меня тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Помните, откуда это желание оставить что-то после себя? Это желание идет из души. И все священные трактаты говорят о том, что в человеке есть духовная составляющая. Из нее исходит смысл, из нее исходят откровения, из нее исходит воодушевление, из нее исходит вот это чувство энтузиазма, радости жить. И вообще способность быть, способность жить и даже способность чувствовать, она идет из души. Вот все священные трактаты говорят нам, в общем-то, об одном. И отсюда возникает идея, которая тоже во всех священных трактатах присутствует, и я ничего нового сейчас вам не скажу, что смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы пережить высочайшую любовь, пережить любовь. Знаете, вот как тоже об этом много поется песен, что любовь делает человека богатым. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Вот эта способность любить, она как бы постоянно расширяется. Иными словами, в сердце человека есть потребность в том, чтобы вступить в отношения с безграничным источником любви. Поэтому возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим, и возлюбить ближних, как самого себя, это универсальная задача на жизнь каждого из нас. Все священные писания едины в этом. Они говорят, что нужно возлюбить Бога, возлюбить ближних и возлюбить самого себя. И это как будто бы все про одно. То есть по-настоящему любовь к себе проявляется, когда мы даем возможность душе своей пробудиться или себе пробудиться, как сознанию, вот эту духовную составляющую в себе пробуждаем. И тогда мы по-настоящему можем и любить других. Все же знают и все хотят, чтобы их, безусловно, любили. И все знают о важности безусловной любви. А как эту любовь пережить, если мое восприятие жизни условно, если я ограничен в том, чтобы, ну как бы своими качествами зачастую негативными, своими тревогами, страхами, обидами, разочарованиями, какими-то беспокойствами, это все то, что ограничивает меня и не дает возможность раскрыться всему потенциалу моей личности. Иными словами, безусловно, любовь – это и есть, полное раскрытие наших возможностей, раскрытие нашего потенциала личностного. Та, безусловно, любовь, которую мы могли бы проявить другим живым существам. И отсюда же возникает определенный взгляд на этот мир. Все священные писания говорят, что мы не от мира сего. То есть этот мир является определенным таким, буду говорить современным языком, своего рода таким тренинговым классом, в котором живые существа, все живые существа получают определенный опыт, опыт ученичества. То есть мир создается для того, чтобы мы учились. И природа, как мы ее иногда называем, матушка природы, она создает такие условия, в которых мы могли бы получить определенный опыт трансформации. И мы часто называем природу матерью. И мы можем вспомнить, когда речь идет о наших детях. Вот меня сейчас слушают матери. Есть наверняка немало здесь женщин, которые имеют детей. Может быть, двух, может быть, трех. И всегда ли детям понятны наставления матери, ее видение, ее понимание перспектив? Всегда ли понятно, почему мать призывает нас к определенным правилам или создает для нас определенные трудности? Кто-то из вас хоть раз создавал трудности для своих детей? Например, периодически мамы вводят своих детей в поликлинику, чтобы показать их специалистам. И специалисты должны подтвердить, что ребенок развивается хорошо, нормально. И мамочки обычно заботятся об этом. Они приводят своих детей в один кабинет, в другой. Иногда им дают рекомендацию врачи сдать кровь на анализ. И по анализу крови врачи могут понять состояние здоровья ребенка. И мамочка заводит своего ребенка в процедурный кабинет. Слушайте, ну это же удивительно, как дети заходят в процедурный кабинет. Я всегда этим умиляюсь. Вы видели, как дети заходят с мамами в процедурный кабинет? Они держат мам за руку, и мамочки их ведут в процедурный кабинет, и дети смело заходят в процедурный кабинет с такими открытыми лицами. Мама знает, что будет сейчас. Они знают, что тетенька медсестра возьмет пальчик, проткнет его иголкой. Ребенок будет кричать. И после этого она заберет у него совсем немного, несколько коплей крови, которые помогут врачам понять состояние здоровья ребенка. И после этого ребенок без всяких претензий идет снова к матери и получает у нее придержку, поддержку и защиту. И он получает прибежище в объятиях матери. Слушайте, это же удивительная метафора вообще отношений с жизнью. То есть, иными словами, смотрите, как здесь, точнее говоря, продолжая эту логику, эту метафору, мать является причиной того, что ребенок оказался в процедурном кабинете. Мать оказалась же причиной того, что ребенку стало больно на этом этапе. Мать же потом дает ему прибежище, успокаивает его, умиротворяет. У нее есть идеи о том, как ребенок будет развиваться. Она знает, что вот сейчас вот этот этап его жизни так необходим для того, чтобы он мог хорошо себя чувствовать, для того, чтобы в итоге он мог проявиться в этом мире во всей полноте. Потому что здоровье – это такая необходимая для ребенка, да и для каждого человека составляющая жизни. То есть, ребенок должен расти. И поэтому мать организует все эти процедуры. А потом она еще идет в спортивную секцию, куда тоже не всегда ребенок хочет ходить. Ну, в хорошем случае будем говорить, что это полезно. Мы не будем сейчас уходить в какие-то аспекты педагогики. Мы просто будем использовать это как пример метафоры, что дети не всегда хотят учиться в школе и не всегда хотят заниматься в кружках или спортивных секциях. Не всегда. Хотя даже, может, им это нравится, но в большей степени им нравится ничего не делать и просто расслабиться и просто ничего не делать. Иногда такое детей можно обнаружить. Мы не будем углубляться в педагогические аспекты этого примера. Может быть, он и неудачный. Но я просто хочу сказать, что иногда матери сознательно создают детям трудности. Например, когда приводят их в спортивную секцию или когда мотивируют их к тому, чтобы они пошли в школу. Мы не будем всех деталей обсуждать. Просто можем сказать, что мать, она как бы больше знает, чем ребенок. И не всегда ее стратегия, жизненная стратегия заботы о ребенке может быть понятна ему самому. В особенности, когда она укладывает его спать, когда он хочет еще за компьютером посидеть какое-то время. Так вот, слушайте, а как природу-то зовут? Природу зовут матушка, правда? И если есть природа-мать, то есть и отец. И в этом смысле наша жизнь, она вообще человечество, но не лишено родителей. У человечества есть родители. И если природа-мать, то Бог-отец. И, как мы знаем, мать наделяет, в общем случае, в физиологическом смысле, если продолжать метафору с семьей связанную, то мать наделяет каждого из нас определенным телом. Тело – это подарок матери. Это ее достояние. Но тело и вообще жизнь, она как бы приходит от отца. То есть дети, они проявляются в результате того, что родители как бы вместе участвуют в этом процессе. И таким образом сознание, душа, дух от отца, Бога, от тела и условия жизни от природы матери. Однако они вместе. Они вместе служат воспитанию своих детей. Вот это вторая парадигма мировоззренческая, о которой я в самом начале пытался говорить. То есть вторая мировоззренческая парадигма, она включает в себя идею о том, что Бог-отец и природа-мать, они действуют вместе, создавая условия для живых существ, в которых они могли бы просто нормально существовать быть. Для этого существуют различные стихии, энергии природы, элементы творения, элементы таблицы Менделеева, которые мы знаем еще со школьной скаме. Это все элементы природы. И в этом мире также есть дух, это живое существо. И вот эта вот любовь, потребность любви, она идет от высшего источника, от высшего отца. И природа, она создает условия для того, чтобы эта любовь и эта связь между живым существом и его как бы и сверхсознанием, сверхживым существом, сверхсознательным существом, эта связь случилась, состоялась между ними любовь. И подобно тому, как мать заботится о том, чтобы дети уважали и любили отца, если они забывают об отце, который, может быть, много даже трудится и не всегда бывает дома, но мать уверена в том, что он действует во благо семьи. И мать, она рассказывает об отце детям. И она поддерживает его статус, она поддерживает память о нем. Она напоминает детям об отце. Подобно этому матюшка природа, она снова и снова напоминает нам об изначальном отце. И в этом смысле трудности, которые в нашу жизнь приходят, они как бы имеют правомерную основу. Они справедливы, они правильные. Потому что несут за собой большие реализации, большие возможности. А теперь вот об этой пользе поговорим, о трудностях. Древние трактаты описывают следующим образом, дают нам описание личности, как личность устроена. Следующим образом, что человек представляет собой синтез духовного и материального. Есть психическая энергия, оболочка психической энергии различных наших эмоций, переживаний, чувств, есть физическое тело. И все это покрывает вот эту духовную суть, которая, говорится, является частицей высшего источника. То есть есть высший источник мироздания, высшее сознание, есть его частицы. И вот эта вот оболочка психической энергии, собственно говоря, с которой мы себя чаще всего отожесляем. Нам достаточно легко не отожеслять себя с физическим телом. Мы можем даже на уровне логики сказать, что вот это вот рука. И я обычно говорю, это моя рука. Я говорю, моя голова, мое лицо, мои руки, мои ноги и так далее. То есть я говорю, что это принадлежит мне. Есть я тот, кто является обладателем тела. И тот, кто находится в этом теле, тот, кто является его обладателем. И мы знаем, что человек может, в принципе, особенности современные, открытия ученых, они показывают, что человек может жить, в общем-то, даже, ко мне многие органы являются такими заменяемыми. Иногда люди, современные врачи делают чудеса. Они ставят искусственные органы. Что-то может быть заменено от одного человека к другому. Ну, такие вот есть открытия современной науки, технологии. Они, конечно, удивляют. И мы можем видеть, что тело – это такая машина, в которой находится живое существо или человек, или сознание. И достаточно легко почувствовать себя или признать хотя бы философски или интеллектуально, признать, что я отличен от тела. Но отличие от психического тела достаточно признать сложнее, потому что психическое тело – это то, с чем мы себя отожестляем. Это тело наших переживаний, эмоций, чувств. И говорится, что как структура вот это психическое тело, оно сформировалось давно и не в одночасье. И Станислав Гроф, один из современных ученых, психологов, описывая бессознательное или какую-то тонкую психодинамическую структуру тонкого психического тела, он говорит, что там есть несколько областей. И первая область психического тела – это биографическая область. Это означает совокупность опыта нашего, переживаний, впечатлений, связанных с ними ощущений, которые мы получили от момента биологического рождения до сегодняшнего дня. Это биография человека. И вот эта область, биографическая область, она всегда является предметом большого интереса психологов, психотерапевтов, потому что люди говорят, что мы так или иначе являемся продуктом в каком-то смысле своей семьи, своего воспитания. То есть человек, сформированный человек, во многом зависит от тех впечатлений, которые он получил в прошлом, в особенности во младенчестве и в детстве. Это биографическая область. Наши родители пригласили нас в этот мир, они нас как-то впечатлили, их отношения друг с другом тоже как-то нас впечатлили. Так сформировалось наше представление о семье, о дружбе, о любви, о себе, так мы сформировали обхождение своими потребностями. Это все результат наших биографических впечатлений во многом. Другая область бессознательного или область нашей психики это перинатальная область. Перинатальная область означает, что впечатления, полученные нами от момента биологического зачатия до родов и несколько недель после рождения, когда еще мы можем переживать очень сильно последствия нашего биологического рождения. Они еще сильнее впечатлили нас. Вот на современных конгрессах всегда сейчас присутствует уже какая-то такая сектор, где выступают перинатальные психологи, перинатальные специалисты, которые говорят о важности вот этого самого акта рождения и событий, которые предшествуют рождению. о том, что мать чувствует, что она переживает, какие эмоции она переживает, как она относится к своему положению, что она кушает и вообще все ее, даже в том числе и ценности ее мировоззрения, это очень сильно влияет на сознание будущего ребенка, тоже формируя вот эту некую структуру, в которой эта душа, этот дух и проявится в дальнейшем. И следующий момент еще такой очень важный, то есть еще третья область есть. Третья область называется трансперсональная область. Это переживания, ощущения, воспоминания, которые выходят за границы наших представлений о себе. Они выходят за границу наших представлений о себе, как о том, кого я могу видеть в зеркале. И здесь имеют место быть коллективные переживания, различные архетипы, наши перенятые переживания, которые мы приняли от своих родителей и своего рода. Переживания прошлых воплощений, если угодно. Все это относится к категории трансперсональных переживаний, которые как будто бы не связаны с нашей сегодняшней жизнью. И вот когда человек оказывается в трудных обстоятельствах или в трудных условиях, или в непростых условиях, которые побуждают активность его внутреннего мира, они как бы его заставляют работать сознание, приводят как-то в движение все, как вот сейчас, например. Хочется сказать, поднимите руку, кто чувствует себя в ситуации, в которой мы находимся в жизни, таким активированным. Мы читаем интернет или мы видим и слушаем какие-то, кто-то читает какие-то, обращаясь к медиаресурсам, к средствам массовой информации. Мы можем быть очень впечатлены теми событиями, которые сейчас происходят в мире. И эти события могут привести в движение нашу, активировать нашу психику. И некоторые вот сейчас в этой непростой ситуации некоторые люди рассказывают о том, что то я чувствую, что я как будто бы на войне, хотя я никогда не был на войне, но у меня такое переживание, как будто я на войне. Мне снятся какие-то сны, связанные с какими-то событиями, какие-то тревоги возникли, не свойственные мне, или какие-то воспоминания, образы, символы, которые приходят ко мне. Все это как будто бы активировалось в этой ситуации какой-то такой внешней неопределенности, как сейчас, когда мы переживаем с вами вот эту ситуацию с коронавирусом, распространяющимся. То многие вот эти процессы, они становятся очень активными у многих людей. И это означает то, что наш внутренний мир, он пришел в движение. И в принципе, по большому счету, это хорошо. Потому что смысл трудности, как я пытался раньше немножко о мировоззренческой говорить парадигме, сейчас мы переходим постепенно к психологическим аспектам, вытекающим из этой мировоззренческой парадигмы. То есть смысл трудности состоит в том, чтобы заставить побудительно стать активными, чтобы сознание наше стало активным в проживании, в переживании. Ибо на дне или в глубине нашей личности содержатся все наши ресурсы. Способность любить, способность прощать, творить, жить в изобилии, вот внутри себя чувствовать вот это изобилие. способность принимать самые правильные решения, опираясь на некий внутренний интуитивный компас, дающий нам возможность ориентироваться в этом пространстве, в котором мы находимся, пространстве творения, жизни. Способность облести внутреннюю силу и мудрость. Это же все ресурсы не нашей психики. Это не свойства нашей психотической природы. Это даже не ресурсы нашего тела. Потому что на самом деле это ресурсы духа. И вот этот дух он бывает подавлен или покрыт многими-многими оболочками материи, природы. И когда что-то происходит во внешнем, то, что активирует нас, заставляет нас активно переживать, то это возможность докопаться до воды. Я называю это докопаться до воды. Сейчас объясню, почему это такая метафора, откуда она возникла. Если вы были можете вспомнить опыт пребывания на каком-то, может быть, таком большом-большом пляже, в большом смысле, где песка очень много, и чтобы дойти до воды, нужно долго идти по песку. Вот можете представиться на таком пляже, где, может быть, несколько десятков или даже, может быть, 100 метров до воды. И в жаркий летний день, когда песок раскаленный, вы можете пытаться идти по этому песку, и вам может жечь стопы. И вот уже до воды осталось совсем немного, но стопы очень горят. Обычно я чуть-чуть разгребаю стопой этот песок, потому что внутри он не такой жгучий, он, конечно, там не прохладный, но не такой жгучий, но если взять саперскую лопатку и начать копать, то уже через несколько метров вы обнаружите, что песок становится влажным. И если вы еще поглубже покопаете, то в какой-то момент выступит вода. И воды означает дойти до сути своей личности. Друзья, и часто без трудностей это невозможно. На поверхности сухой соленый песок. Было ли так в вашей жизни, что вот многие люди сейчас пишут и говорят, вот эта ситуация с коронавирусом, она побудила меня заглянуть вовнутрь, она побудила меня искать что-то внутри. Для кого-то опоры, а для кого-то новые смыслы. В моей жизни все настолько стабильно, что я в какой-то момент я перестал чувствовать радость от своих достижений. Даже достижения перестали меня радовать. Сухой соленый песок. Вот мое ощущение жизни. Сухой соленый песок. Ничего меня уже не радует. И когда эта ситуация пришла ко мне и это заставило меня работать, копать, то слой за слоем проживая свои переживания, когда мы не уверены, когда мы изолированы, когда у нас может быть какие-то внешние обстоятельства, у некоторых действительно серьезные обстоятельства в жизни, серьезные испытания пришли. Кто-то потерял работу, у кого-то большие долги, кредиты и сейчас испытывают большие сложности с этим. У многих из нас есть сейчас серьезные сложности. И многие из нас не испытывают уже безопасное состояние, безопасное чувство, прибежища нет. И мы можем видеть, что в этой ситуации ни люди другие, ни власти, ни президент, никто не может дать нам опоры. Это заставляет искать эту опору в глубине. там, где эта опора всегда есть, там, где всегда есть отклик, там, где всегда есть любовь. И мудрецы в древних трактатах говорят, что индивидуальная душа и сверхдуша они всегда вместе. Сверхдуша это спутница индивидуальной души. То есть здесь в моем сердце пребывает и вот это вот сверхсознание, те возможности, которые часто нам в жизни необходимы, и мне в том числе возможности любить, творить, служить, быть бескорыстным, испытывать ощущение независимости от внешних условий. Поднимите руку, кто хочет быть независимым от внешних условий, чтобы эти условия, они не подавляли меня, но задавали еще больше творческий такой, давали еще чувство большего творческого запала, интереса к жизни, радости жизни, чувство, что я могу быть востребованным и счастливым в любых обстоятельствах и независимости от того, какая погода за окном. Я живу в Сибири, и у нас два дня как тепло, кто-то из вас живет на юге, и у вас круглый год может быть тепло, у нас еще снег не сошел, но мы можем иметь ту погоду внутри себя, какую сами захотим. А как это сделать? На мой взгляд, это невозможно сделать просто посредством размышлений. Необходима какая-то работа, необходимо какое-то послание, которое бы из внешнего мира, которое бы заставило работать наше сердце. Знаете, я недавно слушал интервью одной женщины, которая брала интервью своей подруги, ее подруга лежит в больнице в Северной Италии, в Бергамо, или в Комо, я не знаю, может быть, в Милане. В одном из итальянских городов, где вот сейчас много людей больны. И смысл послания этой девушки был такой, что она пыталась призвать всех людей к тому, чтобы они следовали наставлениям сидеть дома, не выходить, для того, чтобы защитить себя и других людей от распространения коронавируса. И у нее было такое переживание, что люди как бы не верят, что коронавирус существует. Вот это была ее забота. И с этой целью она договорилась со своей подругой, которая лежит в больнице, молодая женщина, ей 30 с небольшим лет, и она лежит в больнице, и она лечится в настоящий момент от этой самой всех этих симптомов пневмонии, которые мы, собственно говоря, мы все это слышали, знаем, не будем на этом останавливаться. То есть идея этих женщин была в том, чтобы объяснить, что коронавирус существует. И эти девушки стали рассказывать, эта девушка стала рассказывать о том, как она переживала это, как она заболела, какие у нее были симптомы, как сложились обстоятельства, как она в больницу попала. и она рассказывала о том, что она видела в больнице. И вот какой рассказ был ее, то, что меня очень тронуло. Но для меня, допустим, не секрет, что коронавирус существует, как и для большинства из нас. Но мне было очень важно вот это вот экзистенциальное составляющее в ее рассказе, сущностное, смысловое. Потому что смыслы человек раскрывает тогда, когда он активирован. Понимаете? Кто-то из вас хоть раз в жизни, проживая трудный период, был потом, после этого ему благодарен и говорил, что вот этот период прожив, я его не поменяю ни на что. Ни за какие деньги я не захочу отказаться от того опыта, который я пережил. Ибо этот опыт, эта трудность, она сделала меня таким, какой я стал сейчас. И я не хочу быть другим. Это драгоценность для меня. Я, конечно, может быть, и не хотел бы это все повторить заново, но пережив все это, я благодарен жизни, что она мне подарила такой опыт. Потому что этот опыт научил меня найти в себе мужество, найти в себе силу, найти в себе сострадание, найти в себе любовь, способность поддерживать других, способность любить по-настоящему и быть любимым. И если бы этого всего не было, то я бы это не пережил. И вот на эти аспекты я обращал внимание в ее рассказе. И она говорила, как пожилые люди, пожилые женщины, они лежали в этих специальных аппаратах, которые помогают дышать, потому что коронный вирус затрудняет дыхание, если это даже легочная форма заболевания. И она рассказывала, как они умирали. Она видела, как люди умирали. И как они молились. И как они обращались к ценностям. И она говорит, некоторые женщины звали членов своей семьи. Кто-то приглашал святых. Говорил, Франческа, Франческа. Кто-то приглашал, кто-то Богу молился. И она говорит, когда я стала это все видеть, я почувствовала, что мне нужен какой-то механизм или какой-то инструмент, как я могу это все интегрировать. говоря моим языком. Могу это все интегрировать с самой собой. И мне, говорит, открылся дар писать стихи. Я стала писать стихи. И эти стихи, они помогают мне пережить все эти впечатления, в которых я вот сейчас нахожусь, всю эту реальность. И как бы смыслы пробуждаются. И вдруг я, говорит, стала чувствовать, какой у меня прекрасный муж. Я никогда так сильно его не любила. Потому что он так терпелив ко мне, так сострадателен, так сопереживателен. Даже в мелочах. Ну, где-то я, допустим, вовремя ему не звоню. И я знаю, что если я не позвоню своему мужу, бывает, что он мне не позвонит, то у меня возникает тревога за него. Мне сложно эту тревогу выдерживать. И чтобы эту тревогу как-то сбросить, я начинаю ему много звонить. Когда я дозваниваюсь, то я его ругаю, почему мне не позвонил. Не потому, что я за него беспокоился, а потому, что мне очень трудно быть в своей тревоге. Понимаете, да? Мы же часто любим, да не других людей, а любим свою любовь к ним. У нас другие люди даже часто бывают, они, мы даже их толком и не знаем. А мы любим свою любовь к ним. Вот это чувство. То есть, фактически, мы любим, как бы даже, даже не самих себя, потому что и себя мы в этот момент толком не знаем и не понимаем. А мы просто, ну, простите за это выражение, хотим наслаждаться. И когда что-то мешает нашему наслаждению, мы чувствуем агрессию или обиду и разочарование и так далее. Вот она говорит, я вдруг в этот момент почувствовал, как муж мой ко мне терпелив, сострадателен. Он как бы переживает со мной мою болезнь, он заботится о детях. И если, говорит, я ему не позвонила, но я уснула, забыла и так далее, я, говорит, никогда не слышал от него даже тени, раздражение. Я вдруг начала в нем эти качества прекрасные видеть. И все это стало происходить именно потому, что я здесь оказалась. Она, конечно, находится еще в остром периоде. На этом этапе она не может сказать спасибо этим трудностям. Как вы сейчас можете говорить спасибо тем трудностям, которые вы пережили. Но я уверен, что многие из этого этапа жизни, из этого переживания, из этих событий выйдут совершенно другими людьми. И вы знаете, люди верующие тоже могут быть немножко обескуражены происходящим. Я вот сейчас как бы говорю, вроде бы как нужно иметь веру, я как бы прославляю этот момент, но я на самом деле сейчас не говорю о религиозности. Услышьте меня, пожалуйста. То, что я сейчас говорю, я говорю о нерелигиозности, я вообще говорю не о религии, а я говорю о самой сути жизни, о жизни как таковой. И то, что я называю высшим источником и отношением с ним, для меня это не про религию. Потому что религия может быть инструментом или технологией развития связи с этой высшей истиной, с тем, кто всегда нас любил и любит и никогда не забывает, и с огромной любовью выстраивает для нас обстоятельства, и подбирает нам людей специально обученных. И этот вирус, он тоже в этом смысле слуга этой абсолютной истины. Посмотрите, какой он таинственный, какой он деликатный. Я пытался читать о пандемиях прошлого. Допустим, чума могла в 13 веке, в 14 веке было два очень мощных таких, ну как бы, знаете, распространения чумы, в которых погибало 15-20 миллионов людей. Мы, конечно, можем сказать, сказать, что это другое время, у них не было таких технологий, не было такой медицины и так далее. Это все будет тоже правдой. Но люди переживали такие вещи, и им это довелось пережить. И многие люди это прожили, и сохранились, и передали дальше любовь, и сохранили любовь. И многие из них, из этих условий выросли, и святых было гораздо больше, чем сейчас. Я думаю, все это знают и понимают, о чем идет речь. Даже в прошлом столетии, позапрошлом столетии, людей, которые были, жили чистой жизнью, их гораздо больше было, чем сейчас. Мы обманули, как будто бы, природу, но на самом деле обмануть ее невозможно. И вот этот коронавирус, посмотрите, он же такой деликатный, такой избирательный. И если мы вспомним эти эпидемии чумы, иногда летальный исход достигал 95 или 100 процентов. А, кстати, до сих пор, говорят, еще бывает чума. И летальный исход тоже есть. Примерно 7 процентов. И холера даже до сих пор проявляется. Так это все то, что переживали предыдущие поколения. И вы посмотрите, насколько деликатный этот коронавирус, насколько эта вся ситуация, она такая для нас мягкая. И сколько у нас всего этих всех их переживаний, и сколько у нас всяких недоверий к жизни, нисколько всякой тревоги, которую мы даже еще не осознаем. То есть, если рассматривать это как терапевтический процесс, что все человечество это такой большой клиент, с которым работает идеальный любящий консультант, то мы с вами еще вместе не готовы к трансформациям, я думаю. На индивидуальном уровне может быть кто-то и готов. Но мы все вместе еще пока не готовы. У нас еще очень много сопротивления, идеи о том, что могло бы быть или по-другому, но мы должны понять, что этот мир всегда был нестабильным. Даже если этот коронавирус пройдет. Вот в эту минуту сейчас, пока мы с вами говорим, кто-то переживает опыт насилия, страданий, у кого-то жизнь похожа на ад. В семьях это происходит постоянно. Это не секрет ни для кого, что в этом мире всегда будут люди, которые будут переживать трудный период жизни. Есть люди, которые очень трудно сейчас находятся в положении, в финансовом трудном положении. Есть люди, которые находятся в сложном эмоциональном состоянии. И эти драмы, эти трагедии, они постоянно разворачиваются в этом мире. Просто сейчас это как будто бы стало таким коллективным процессом. И поэтому вдруг нами осозналось, что этот мир не может нам дать прибежище. И мы вдруг начали вспоминать, что мы не от мира сего, что великие личности всегда нам говорили, не копите свои богатства на земле, копите свои богатства на небе, ибо там дом ваш. Ибо здесь и тляй, и ржай, и моли, воры подкапывают и крадут. Они всегда нам об этом говорили. Это не новость. Это не новая философия, то, что я говорю. И никакой, и мы можем видеть, что в отдельных случаях ни врачи не могут нам помочь, ни близкие не могут нам помочь, ни даже тело наше не может нам помочь. Мы, конечно, можем полагаться на свой иммунитет, мы можем полагаться на свои различные качества духовные. В этом мире есть такой очень элегантный способ защититься от тревоги. Например, сказать, что эти вирусы поражают людей низкочастотных. То, что у каждого вируса есть какая-то своя чистота. И если человек находится в таких высоких духовных вибрациях, то он не будет подвержен этому вирусу. Это очень элегантная идея защититься от тревоги. Очень красивая. И это правда. Это правда. Но при этом мы должны понимать, что в этом мире естественно болеть, стареть и умирать. Это естественные вещи. Что бы мы об этом ни думали. И мы должны это воспринимать как часть этой жизни. Не то, что противоречит витальности, не то, что противоречит жизни, а является ее составляющей, важной частью, что этот мир это то место, где мы учимся жить. Мы живем этой жизнью для того, чтобы научиться жить, для того, чтобы научиться любить, для того, чтобы рести свою вечность, чтобы эта вечность проявилась, чтобы мы по-настоящему стали сами собой, кто мы на самом деле есть. Возлюби Бога всем сердцем и ближних, как самих себя. этот мир не изменился за последние две-три недели или за этот месяц. Он всегда был таким. Он всегда приносил людям трудности. Это его задача. Подобно тому, как мама с любовью устраивает трудности для своего ребенка, но он может этого не понимать. Матушка природа всегда устраивает для нас с любовью трудности для того, чтобы мы развивались. И они действуют вместе с отцом. И нам нужно понимать, что трудность переживает наше эго. Но я как личность нуждаюсь в том, чтобы высвободиться. И я вам сейчас это очень просто докажу. Я расскажу в своем опыте, а вы сможете написать в том случае, если вы что-то подобное проживали. Я уже рассказал о целительном аспекте трудности. Конечно, мы обращаемся сейчас к Богу, чтобы Он защитил и наших близких и нас от этих трудностей. И тем не менее, мы должны помнить и об их целительной силе, об их целительной функции. То, что у трудности есть функция, назначение есть. И оно правильное, оно светлое, оно не от злой силы, а от любви. И в этой связи я хочу привести пример, как вот, скажем, из своей жизни. я периодически бывает в трудном, в таком напряженном ритме живу какое-то время, долгое время живу в напряженном ритме, и в какой-то момент у меня выпадает несколько дней, которые я могу отдохнуть. и поскольку иммунитет мой в этот момент часто бывает ослаблен длительными перелетами, режимом дня нестабильным, напряжением внутренним, то, когда я расслабляюсь, пока я нахожусь в этом режиме, в таком напряженном, я не болею. Он может длиться месяц, два и даже три месяца. Но стоит мне получить несколько дней на отдых, то в этот момент иммунитет тело мое перестает работать в таком динамичном режиме, и я могу заболеть. И такое со мной иногда происходит. И вот, когда у меня повышается температура примерно до 39 градусов, то я трясусь. Я трясуюсь, меня может или бывает в зависимости от того, чем я поражен, какими вирусами. Или можно тошноту переживать, или можно испытывать симптомы насморк, кашель или просто температура. Вот эта температура, когда повышается, означает, что организм ведет свою борьбу. И вот в этот момент вот эти напряжения, стрессы, все то, что отделяет меня от самого себя, оно сгорает. И это неприятный момент. Конечно, хочется от него избавиться, съесть что-нибудь или выпить что-нибудь, лишь бы это все прекратилось. Потому что это неприятно. Это неприятно. Но я могу помнить о том, что это полезно. И вот эта температура, высокая температура, ну, повышенная, невысокая, повышенная температура, это показатель того, что идет очищение, что, я сейчас скажу, может быть, необычным языком, эзотерическим языком или духовным языком, что Господь борется за меня. Он хочет меня исцелить. И что сейчас я на самом деле гораздо более здоровый, чем несколько дней назад. Сейчас я гораздо более здоровый. Что эта болезнь пришла ко мне не случайно, именно ко мне, а не кому-то другому человеку. И сейчас мне важно отболеть. И когда ты болеешь, когда ты больной, тебя ничего не интересует. У тебя не хватает силы на то, чтобы исполнять какие-то, делать какие-то еще вещи в этом мире, исполнять свои обязанности в этом мире. Единственная твоя обязанность, единственное, то, что ты можешь, ты можешь просто лежать, ты можешь дышать, ты можешь стонать, ты можешь молиться, о Господи, о Боже мой, повелиться милости твоей и помножить щедрот твоих, прости мне прегрешения мои, все беззакония моя. Вот все, что ты можешь делать. И это так прекрасно. И вот когда эта температура и этот день за днем, и какой-то вот, уже кажется, когда это закончится, и в какой-то момент это раз и заканчивается, тоже по непонятной причине. Ну, конечно же, мы должны признать, что и таблетка, и доброе слово врача, и поддержка других людей, это все тоже проявление высшей силы в нашей жизни. Для человека, который обладает духовным, ценностно-ориентированным мировоззрением, он может понять и почувствовать, что и врач это проявление такой высшей силы. И поддержка родных, и то, что кто-то принес тебе продукты, и кто-то тебя приготовил, и кто-то спросил, что какое-то сегодня предпочтение, хочешь ли ты поститься, или ты хочешь что-то съесть. И тот, кто воды тебе подал, и теплой воды с лимоном или с имбирем, это все проявление заботы того самого безгранично любящего, который никогда меня не оставлял, и никогда меня не предавал, это я его оставил. В конце концов, это я его предал. Он обо мне никогда не забывал. Друг это тот, кто готов пойти с тобой куда угодно, никогда тебя не оставлять, не выслуживаться перед тобой, не стараться тебе угодить, но всегда действовать в интересах тебя как личности. Вот кто настоящий друг. И это тот, кто является источником всего, пребывает в каждом атоме творения в сердце каждого живого существа. И вопрос отношений с этим другом это даже не вопрос религии, это вопрос позиции жизненной, это вопрос настроения. И вот, когда я лежу и вот так вот трясусь, через некоторое время я чувствую, что мне стало легче, и температура спадает. И в этот момент я начинаю видеть мир очень красивым. То, что раньше было вот это мое восприятие жизни. Знаете, как бывает? Ну и что? Ну небо, ну трава, ну что такого? Так в этот момент все становится ярко. Боже мой, небо, трава, птицы, все такое красивое становится, прекрасное, удивительное. Все чувства становятся обостренными. Почему? Потому что способность чувствовать идет из души. Я смело об этом говорю, потому что я в это точно верю, что способность чувствовать, она проходит через оболочки нашего тонкого тела, нашего грубого тела, проявляется посредством различных органов, но идет она из сознания, из души. и потом, когда до этого аппетита не было, ну вот слушайте, друзья, попробуйте пережить это вместе со мной, но когда берешь вот такой маленький, маленький сухарик бородинского хлеба, боже мой, боже мой, это же так прекрасно, маленький кусочек бородинского хлеба, это же целая симфония вкусов, я уже чувствую счастливым себя, до этого можно смотреть и на такое блюдо, и на такое, и на такое, я это пробовал, и это пробовал, пробовал, все уже надоело, а тут вдруг все становится таким прекрасным, и ты думаешь, боже мой, как радостно жить, эта радость жизни возникла даже не потому, что я выздоровел, а потому, что устранилось все то, что мешало моему отношению к жизни, моим отношениям с самим собой, моим отношениям с другими людьми, верующие люди могут сказать, ну человек не должен болеть, знаете, как, я в этой связи еще один момент хочу дополнить, оставим эту тему, то есть я хотел показать вам, привести пример того, что все в этом мире способствует нашему счастью на самом деле, ну и вот на такой еще момент хотел обратить ваше внимание, как часто верующие люди думают, что там, где Бог, там не должно быть каких-то трудностей и так далее, я знаете, в этой связи вспоминаю один евангельский эпизод, в канонических евангелиях он описывается в евангелии от Матвея от Луки, это эпизод с тем, с ситуацией, когда Господь Иисус Христос встретился с большим количеством людей, и он проповедовал им, и в какой-то момент уже наступил вечер, и люди были очень усталые, то есть пришло много людей, которые хотели услышать Иисуса, хотели послушать его лекцию, выступление, его проповедь, многие хотели исцеления, много было переживаний, впечатлений, многие пришли издалека, не было никакой организации, это был такой спонтанный фестиваль, то есть не было ни палаток для участников этого фестиваля большого, не было ни кухни, которая могла бы их разместить, ничего не было, и тогда Иисус обратился к своим ученикам и спросил, есть что-нибудь съестное? И выяснил, что есть 5 хлебов и 2 рыбки, и они подумали, эти 5 хлебов и 2 рыбки могут насытить нас, но этих людей они все равно не насытят. Он сказал, делайте то, раздайте им это. Зачем им это раздавать? Раздайте, делайте то, что зависит от вас, об остальном позабочусь я. Слышите? Делайте то, что зависит от вас, об остальном позабочусь я. И когда они стали раздавать эти 5 хлебов, то 5000 человек получили необходимое для них питание. И все были насыщены. Ученики отдали то, что могли. Я вообще на этот аспект не хотел обращать внимания. Я хотел уже дальше к этой истории немножко перейти. Но я все-таки на этом остановлюсь. На самом деле здесь есть такой очень важный момент. Мы должны надеяться на высший источник и полагаться на него, и доверять ему, верить ему, верить, что то, что происходит с нами, те обстоятельства жизни, которые складываются, не самые лучшие для нас. К тому человеку, кто обладает такой верой, к нему придут великие откровения. Он проживет жизнь полную приключений, прекрасную жизнь проживет. Даже если на внешнем плане не будет много событий, он будет чувствовать, что его жизнь полна духа приключений, трансформаций настоящей. И вот он сказал им, раздайте то, что имеете, а я позабочусь об остальном. И когда они отказались от этих пяти хлебов, хотя им казалось, что они и сами лишатся, и других не накормят ученики, тогда Господь накормил всех. И поднялся на гору для того, чтобы совершить молитву, а ученикам приказал выйти в море, они должны были переправиться через озеро большое, через море. Ученики вышли в море, и там возник неожиданный шторм. Ну, вы, наверное, знаете, что на таких больших озерах, там бывает погода очень быстро может меняться. Я не очень помню, как называется это озеро. Но это очень большое озеро. Ну, как вот мне рассказывали мои друзья на Байкале, что погода меняется очень быстро. Можно выйти на каком-то небольшом катере, отдалиться от берега, и будет солнце, и будет чистое небо, и через несколько минут будут тучи, ветры, нагонят тучи, и потом дожди, и буря, и даже люди могут погибать в таких случаях. Такие трагические случаи случались. Так случилось и с учениками Христа. Вдруг возникла эта буря, этот ураган, и они подумали, как может произойти так, что только что случилось это чудо, которым мы так впечатлились. И тут же на тебе эта буря. Иногда мы тоже можем видеть, как в этом мире существует так много добрых, любящих, верующих людей, и почему с ними происходят эти трудности. Они могут тоже и заболеть, и с ними какие-то и другие сложности могут происходить. Почему в жизни хороших людей так много трудностей? И мы зачастую настолько просты в своем анализе, что мы все мерим мерилом таким очень простым. Есть удовольствие, нет удовольствия. Есть комфорт, нет комфорта. Есть удобство, нет удобства. Вот главная мерила наших представлений о жизни. Вот это хорошая жизнь, когда удовольствие, комфорт, стабильность. Вот это главная мерила. И вся моя жизнь может быть направлена на то, чтобы это обеспечить. Для себя и тех, с кем я себя торжествляю. Но это скучная жизнь, друзья. Удовольствие, комфорт – это все очень хорошо. Никто не хочет страдать. Но в жизни что-то должно быть и другое. И, конечно же, мы должны уметь и учиться и в ситуациях и относительной стабильности, которая бывает в этом мире, и относительного комфорта, и процветания, и изобилия. Это все прекрасно и хорошо. Но мы не должны исключать и трудности. Ибо если мы думаем, что трудности противоречат витальности жизни, самой жизни, мы будем очень сильно обкрадены самими собой, обделены сами собой. Мы должны об этом помнить. Мы не должны быть несправедливы к самим себе и обделить себя, обокрасть себя. А именно трудности часто несут большие плоды. Еще раз повторяю. Комфорт, удовольствие, удобство, стабильность – хорошая вещь. И в них можно и нужно учиться. И в них правильно учиться. В любой ситуации можно учиться. И можно учиться в ситуации трудностей. Сегодня разговор об этом. Это наш фокус нашего сегодня внимания. И вот когда эта буря разыгралась, и все это случилось, они в какой-то момент усомнились. А в чем проявилось это сомнение? Они сначала закричали, стали призывать Бога. Они стали звать Господа. И Иисус пошел к ним по воде. И когда они увидели Его идущего по воде, они приняли Его за призрак. Почему? Потому что эта буря и Иисуса, они как бы несовместимы. Как это может быть? Ведь там, где царь Иудейский, князь мира, там должно быть процветание, успех, там должно быть удовольствие, там не должно быть никаких тревог. Потому что вот это и есть задача нашей жизни, чтобы сделать так, чтобы ничего нас больше не беспокоило, не тревожило и так далее. А тут вдруг буря-то не закончилась, а он идет по воде. И апостол Петр устремился навстречу к нему. И увидел, что он тоже может идти по воде. И в какой-то момент стал сомневаться и начал тонуть. Он подумал, что это противоречит законам физики. Как это может быть? И начал тонуть. И Господь Иисус Христос, достигнув Его, указал ему на это. А после этого они вместе вернулись на лодку. И ученики в этот момент ему предались. Они вдруг поняли, увидели, насколько легко они отказались от вот этого своего мировоззрения верного. Что как только возникла какая-то трудность, маломальская трудность, вот такой маленький вирус, и все, и от моей веры нет стыда. Все растаяло, как дым. Теперь уже это кажется иллюзией. Все эти разговоры о высшем источнике, все эти мировоззренческие темы, они, наверное, выгодны всем людям, которые эту тему представляют. А для человечества может быть даже вредны. Кто-то может так подумать. И тогда все обесценивается. Потому что вот она единственная реальность, которая существует. Реальность то, что я могу потрогать, пощупать, и то, что может принести мне благо. Так человек может думать, правда? Отвергнув все вот эти вот концепции, которые раньше он воспринимал как истину. Вот тоже нечто подобное случилось тогда с учениками. Они подумали, что это призрак. А на самом деле вот это вот и есть подлинная иллюзия. Знаете, в древних трактатах говорится, что если человек видит что-либо, обладающее в этом мире какой-либо ценностью, что-либо имеющее ценность, но при этом это видится не связанно с высшей истиной, то вот это и есть иллюзия отблит света во тьме. То есть, иными словами, все, что обладает какой-либо ценностью, то, что радует нас, это и есть присутствие Всевышнего в нашей жизни. Счастье, которое мы переживаем, ценность отношений, в которых мы находимся, люди, которые нас окружают, это все его проявления. Красота этого мира, пение птиц, жар огня, вкус, запах земли, вот этой весенней. Которая под весенним солнцем дает вот эти пары, испарения от нее исходят. Вкус воды, талант в человеке, сила сильных людей, блеск всего того, что поражает своим великолепием. Это и является проявлением Всевышнего в этом мире. Является лишь искрой его великолепия, но сам он, как личность, еще гораздо более привлекательен. Мы можем подумать о том, как живут святые. И мы можем видеть, что святые, они сами себя ставят в ситуацию трудностей, чтобы усилить этот вкус жизни, яркость жизни, чтобы устремиться навстречу этой ценности. Однажды святой Франциск ехал на лошади и вдруг увидел прокаженного. Прокаженных люди стараются избегать. И прокаженные должны в присутствии людей надеть маски на голову, специальные такие колпаки, для того, чтобы их дыхание, их слюновыделение, не дай бог, не коснулось здорового человека. Если прокаженный не оденет маску на лицо быстро, когда он видит человека здорового, то его за это могут избить на этом месте, а могут даже убить. По закону. Вот такие были правила. И когда этот человек увидел Франциска, то он быстро надел эту маску. И они еще должны были носить такие колокольчики. Больные люди должны носить колокольчики специальные, которые должны звенеть при их приближении, чтобы люди издалека могли услышать и близко к ним не подходить. К прокаженным нельзя подходить очень близко, ибо их заболевание может передаться здоровому человеку. Франциск проехал мимо этого человека, а потом в какой-то момент развернулся, спустился с лошади, догнал этого человека, обнял его крепко и поцеловал. Этот человек сопротивлялся. Но Франциск его своим сердцем так согрел, что в какой-то момент этот человек расслабился. и впервые в жизни он почувствовал, что его любит кто-то по-настоящему. И какая-то глубокая перемена прошла во сердце этого человека. Но эта история имеет еще мистический аспект. В иных писаниях рассказывается вот еще о чем. Есть эта история, она рассказывается немножко по-другому. что Франциск в тот момент о переживаниях Франциска, в этот момент, когда он обнимал этого человека, он должен был в этот момент предаться какой-то большей силе, отказаться от телесных представлений о себе. И он, обняв этого человека, почувствовал огромную внутреннюю свободу и любовь. И когда он развернулся, сделал несколько шагов, скачал на лошадь, повернулся, то он увидел, что этого человека уже больше не было. Этот человек исчез. И Франциск для себя дал такое толкование этому событию, что это сам Господь Иисус Христос явился к нему, чтобы дать ему инициацию на проповедь. И тогда он жил среди прокаженных. И он о них заботился. И они стали первыми его последователями. Как это часто бывает, последователями истинных религиозных традиций становятся люди страдающие. Это почти всегда было в человеческой истории. Еще одно очень важное напоминание нам о важности трудностей, что люди, которые не страдают, они часто бывают невосприимчивы, невосприимчивы ни к чужой боли, ни к своей собственной. Они даже своей собственной боли могут не чувствовать. Замечали ли вы или нет про себя об этом? Я про себя могу это заметить. Что даже к самому себе иногда сострадание очень трудно испытывать. Мы иногда убиваем сами себя. я думаю, что у каждого есть какой-то образ того, как мы себя убиваем. Негативными отношениями, негативными чувствами, негативными продуктами питания. И даже не испытываем в себе сострадание, просто выжимая из своей жизни, из своего тела удовольствие. Все, что приносит удовольствие, все хорошо. Все, что мешает этому, все плохо. Вот такое может быть у нас мировоззрение. Ложное мировоззрение, без сомнения ложное. Проживу свою жизнь, а после меня хоть потоп. Кто-то может так думать. Но Франциск в это время получил огромное такое полномочие и его первыми последователями, теми, кто привлекся, стали именно такие люди, простые люди, очень простые, страдающие люди. Я не говорю, что мы должны подражать Святому Франциску, но я уверен, что мы можем в хорошем смысле заразиться таким настроением. Настроением устремленности жизни навстречу, настроением радости жизни, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, сейчас прекрасная возможность. Мы можем сейчас с вами слушать, знаете, я сейчас вспомнил одну песню, я ее часто вспоминаю. Эту песню пел Остап Бендер, так сказать, когда в роли Остапа Бендера был Андрей Миронов. У Бендера, конечно, были свои представления о том, что могут быть ценностями, но не в этом суть. У него было одно качество, которому можно научиться, у него было качество целеустремленности. Если бы люди бы так устремились к этой высшей цели жизни, возлюбить Бога всем сердцем своим, возлюбить ближнека к самим себя, я думаю, что мы бы очень-очень внимательны были друг к другу, к исполнению своих обязанностей, профессиональных, никакой бы коррупции у нас не было. Не было бы никакой коррупции, потому что мы знали бы, что нам придется за все отвечать, за каждое слово, за каждое действие, за каждый поступок нам придется ответить. Не было бы коррупции, если бы это было бы целью и ценностью человеческой жизни. Вот вспоминая Стапа Бендера, я вспоминаю этот эпизод, где он поет такую песню. Послушайте слова, какие он поет. Он поет о человеке, который как бы устремлен навстречу жизни. И вот с этим чувством устремленности навстречу жизни он выходит как бы в открытый море, в открытый космос, в открытое пространство, пространство жизни, пространство настоящих отношений. Я не имею в виду в буквальном смысле сейчас мы с вами на карантине, но карантин же закончится. Так вот он поет. Ах, неужели, ах, неужели, неужели не хочется вам, натыкаясь на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам. В шумном море, в шумном море, не щадя живота своего, совершите в массу открытий, иногда не желая того. Совершите вы массу открытий, иногда не желая того. Вот это для ученика. Вот такой вкус ученичества настоящей жизни, он может нас привлечь. Не, знаете, как Макаревич пел в одной из своих песен, не ждать звонка в часы уставя взгляд, тогда и на краю свободно дышишь, а пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят. Поэтому сейчас прекрасное время, чтобы мы могли заботиться о близких людях. Вот мы сейчас с вами находимся дома, с женами, с мужьями, с детьми, с родителями. Заинтересуйтесь ими, по-настоящему, давайте ими будем интересоваться. А что их интересует, а что их волнует, а о чем они нам никогда не рассказывали и никогда не расскажут, потому что уверены, что мы их не поймем, потому что может быть сомневаются в том, что мы сможем разделить с ними их переживания или их чувства. Давайте же будем им интересоваться, давайте же будем им себя показывать, давайте же будем поддерживать друг друга в духе, в смысле, сейчас, когда, может быть, у нас нет таких внешних таких обязанностей, много такой суеты, мы можем обратить внимание на внутреннюю нашу жизнь. Сейчас прекрасно для этого время. Вы знаете, мне сегодня звонил мой друг из Нью-Йорка и рассказывал о том, как обстоят дела в Нью-Йорке, и рассказывал о том, что нет пробок, что тихо так очень, что люди в большей степени интересуются друг другом, помощь друг другу оказывают, что как бы ценности начинают сильно проживаться, и в какой-то момент мы вспомнили о наших друзьях, которые в Индии находятся, и они рассказывают о том, что в Дели вот этот смог, который десятилетиями висел над городом, такой, знаете, как туман, такой, знаете, пыли, он вдруг исчез, а в Калькутте появились, увидели животных, которые казались уже вымершими, вдруг прямо на улицах города стали появляться эти животные, что вода становится чище, природа, она как бы откликается на наше верное настроение, мы еще как глобальный клиент человечества, для такого психотерапевта матушки природы, еще одну метафору, это метафора, поймите меня правильно, мы еще, может быть, многого не поняли из этой истории, много вы не поняли, но многие из нас уже многое начинают и понимать, многие начинают понимать и чувствовать, что жизнь это про любовь, и вирус, он тоже про любовь, и все про любовь, все про чистоту, про то, чтобы устремиться навстречу друг другу, устремиться навстречу жизни, устремиться навстречу Богу, раскрыть в своем сердце свою истинную природу, вот об этом весь этот, вся эта ситуация